Скажи, пожалуйста, всего два дня прошло, и в чем-то были похожи эти матчи, позавчерашний и сегодняшний. Особенно поначалу у вас не троилось и дома, но потом вы наладили игру, а здесь не получилось. Почему ты считаешь? Ну, Николаев сделал выводы после первой игры, видно, провели работу над ошибками, то есть разобрали некоторые наши комбинации. Мы не смогли довести до логического завершения много атак. Проигранная первая половина, проигранный подбор, говорит, счет на табло, пожалуйста. Проиграли пару подборов важных таких, и не парочку. Счет, пожалуйста, плюс 10, потом догоняли всю игру и, как видите, не смогли. Ничего не получалось сегодня абсолютно. Сделаем выводы. Твой собственный вклад, как ты считаешь, сегодня помешал или, может быть, не чувствовалось неуверенность в дальних бросках, которые обычно у тебя получаются? Ну, я мог сделать гораздо больше, помочь сегодня гораздо больше команде. Не все получалось, не совсем. Плюс, не могу сказать, что так, не находил свои атаки, вот и все, просто рассчитывал, что где-то сегодня пошла игра у некоторых игроков наших, других. Их сделали акцент на этом, но не выиграть игру втроем. Нужно, чтобы мяч ходил, плохо мяч ходил. Нужно, чтобы как-то задействованы все игроки были, а вот так вот бегать тоже. Ничего, ничего, все будет хорошо, мы в себе уверены, сдаваться никто не следует. Это плей-офф. Ну, ты считаешь, вот два дня перерыва смогли вы восстановить? Ну, силы тоже. Сил тяжелее сегодня бегалось, чем в первой игре. Очень много сил отдали в первой игре. Ну, тяжело было. Нужно сейчас восстановиться, правильно провести этот выходной, чтобы тело восстановилось и набраться сил и биться дальше. Следующая игра 11-го часа, правильно? В понедельник, по-моему, в понедельник, да. То есть, какой вывод сделали для себя перед решающей игрой? И хватит ли вам этих выходных, чтобы восстановиться и в решающем матче? Ну, выводы мы будем делать, наверное, в дороге. Каждый для себя сделает выводы. Пока что эмоции после игры, так на горячую голову, я не буду ничего сейчас говорить. Обидно, очень обидно, но это игра. Я думаю, мы в себе уверены, и все будет. Никто сдаваться не собирается. Будем драться за эту победу. Спасибо. 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 У вас прошло сегодня хуже, чем в предыдущем матче. Ну, во-первых, первая половина. Ну, сегодня однозначно считаю, что мы проиграли, прежде всего, в мысли на площадке. Это однозначно, как бы. Притом, в каждой позиции. Сегодня мы играли, скажем так, ну, сбивались на короткие действия. Если мы играли в Черкасах с Николаем, у нас довольно неплохо двигался мяч, то сегодня, как правило, игрок, тот, кто играл, к примеру, пик-н-ролл, только на себе завязывал эту атаку. Потом уже в конце наоборот. Только с тем игроком, который падал вниз. А мяч не двигался по периметру. Это очень важно для нас. И считаю, что вот именно в мысли немножечко, в принятии решений мы сегодня и проиграли в первой половине. Плюс мы проиграли подбор на нашем щите. И проиграли не просто подбор на нашем щите. Практически все с того, что Николаев подобрал, они все добили. Вот это, знаете, когда команда 24 секунды отзащищалась, все получилось, все здорово. И потом вдруг проигрывает подбор, и опять нужно защититься, или забивается легкий мяч. Это немножко так деморализует команду. А игры плей-офф, они несут в себе и так психологическое напряжение. И сегодня вот эти вот эмоции, они преобладали над здравым каким-то разумом. В чем еще вы считаете, что это подбор на вашем щите? Ну, Николаев неплохо сыграл сегодня в защите. Николаев сыграл сегодня лучше. Сегодня победила команда, которая играла просто на площадке лучше. Николаев однозначно сегодня сыграл лучше, чем мы. Они сыграли, скажем так, легче. Они сыграли, ведь может быть, вот это вот... Мы очень хотели закончить серию здесь. И вот это вот небольшое давление, что мы можем уже сегодня решить вопрос и выйти в полуфинал. Может быть, вот это вот где-то давило немножко на нас. Вам сзади не давляла на вас мысль, что это еще, кажется, ваш не последний шанс, как для Николаева? Нет, ну... Что можно еще поправить, если сегодня не получится? Ну, конечно. И мы об этом разговаривали в перерыве. О том, что нужно немножко расслабиться и понимать, что, ну, окей, не получится сегодня выиграть. Есть еще одна игра, потому что, еще раз говорю, вот эти вот эмоции, давление, оно, оно как-то немножко... Ну, я сегодня немножко не узнавал порой там, ну, те люди, которые принимали решения обычно логичные, хорошие, как-то сегодня были немножко зажаты. Ну, это не проблема. Будем над этим работать. Да, у нас есть завтра один день. Разберем все, что сможем исправить, исправим. Может быть, немножко, немножко подустали. Все-таки концовочка у нас регулярки такая тяжелая получилась. Посмотрим. Все, постараемся исправить в Черкасах, а там уже баскетбол все поставят на свои места. Спасибо за него. Спасибо вам. До свидания. Так, вот, по приметам, когда Иванов лучший по результативности, независимо, 32 очка или 15 очков, наша команда выигрывает. Вот, ты вот этот момент учитывал, когда бросал чаще всех в команду? Ну, может, такое есть, там, когда просто в игре, там, я просто игру лучше чувствую. Ну, если сегодня посмотреть, у нас несколько человек, которые должны, основные, сделали то, что надо было сделать. Там, отыграли в защите и выиграли, самое главное, подбор. Сегодня у нас 32-45, это очень нам помогло. И нужно было сегодня не раскачиваться, как мы в Черкасах, а с самого начала брать, ну, как бы, навязывать свою игру, то, что мы сделали. Вот, Черкасы непростой соперник. И не то, что я там, я забил, там, просто тренер мне доверяет, когда я даюсь по полной. Вот и все. Как ты считаешь, у Черкас чувствовалась усталость по сравнению с предыдущим матчем, что они, может быть, ну, по крайней мере, на мой взгляд, они менее жестко и менее плотно защищались? Я бы не сказал, что менее жестко. Мы-то в такой же ситуации, мы выехали сразу тоже после игры оттуда, ехали по полям, там, этим. Ну, и они, так что, что они, что мы были в равных условиях. Просто сегодня большой плюс нашей трибуны были, ну, поддержка болельщиков, вот и все. И это, я думаю, нам тоже дало толчок, когда они нас там подбадривали. Как ты считаешь, что сыграло сегодня в пользу Николаева, кроме трибун и уверенности в себе лидеров? Ну, в первую очередь, желание отыграть в защите, не дать своему игроку забить один в один, справиться, вот. И, ну, просто показать хороший баскетбол, выложиться перед своими людьми, там, ну, это игра, тут куча факторов, вот. Каждый хотел сделать от себя сегодня лучшее, ну, и все. Если здесь помогли вам трибуны, получается, в Черкассах следующая игра, как, вот, вы думаете, повлияет ли отсутствие родных стен? Или все-таки у людей все равно выкладываться? Ну, будем выкладываться, конечно, и главное, чтобы Лариса Шабанова приехала, она как комиссар. Она когда приезжает, мы сюда выиграем. Спасибо. Спасибо за это. Спасибо. Сегодня, какими словами, вы настраивали команду на матч? Или, вот, может быть, ребята, вот, вы чувствовали, как они настроены на сегодняшнюю игру? Насколько они оттолкнулись, скажем, от прошедших, ну, неудачи, скажем, в Черкассах? Прежде всего, я хочу поздравить любителей Николаевского баскетбола, наших фанатов с победой. Мы старались и играли именно для них. И поддержка трибун, конечно же, была слышна и помогала нам в игре. Приехал домой, мы проанализировали эту игру, которую сыграли там. Все это по горячим следам делалось, времени особо не было. Разобрали ошибки, как в нападении, так и в защите. Кое-что поменяли. Как видите, у нас получилась сегодня игра лучше, чем у Черкасс. Видимо, мы быстрее восстановились, хотя, действительно, Денис сказал, очень тяжелая дорога. Приехали в начале седьмого домой. В автобусе очень тяжело выспаться, тяжелая дорога совершенно была. И ждет точно такая же непростая игра у нас в Черкассах, потому что, опять же, времени на восстановление нет. На подготовку, на хороший анализ игры не успеем. Просто за этот труд сделать нарезку, видео показать игрокам. Но, тем не менее, будем разбирать, будем готовиться. Мы там выиграли две игры, поэтому я не думаю, что для нас что-то там тяжело будет. Единственное, надо выстоять до конца, надо попасть в свои броски. Чем мы проиграли, мы же промазали из-под кольца. Один, второй, третий, оно как бы бьет морально это все. И те ошибки, которые допускались, сегодня мы разобрали, сегодня были более дисциплинированно, играли в защите. – Скажите, в последних матчах совсем немного времени имеет Жуковский, а сегодня вообще не выходил. У него что-то серьезное, странное? – Ну, к сожалению, вот после того, как он сыграл в Запорожье, он заболел. И после этой болезни он не может восстановиться, выйдя на тот уровень игры, который он показывал ранее. Нам не хватает его игры, но для того, чтобы выигрывать, надо, чтобы сильнейший состав был на площадке. – Нельзя что-то сказать определенного Тонченко? – Он там что-то, стопу повредил или кто-то? – Да, он подвернул голеностоп и как бы посмотрим, сейчас врачи скажут свой вердикт, что как будет. Но тем не менее будем настраиваться, будем бороться в любом случае. – А что поменялось в игре, которая была в Черкасах и вот в игре, которая здесь? На что делали акцент по сравнению с… – Мы разобрали как свое нападение, так и нападение соперников, как противодействовать лидерам команды соперников, что не получилось у нас в нападении, вот, как они против нас действовали. И, соответственно, те схемы, которые у нас не получались там, у нас прошли они. В любом случае, черкассы тоже хорошо защищались и… Ну, конечно, не каждый раз получалось, но у нас сегодня защита преобладала над нападением, плюс усталость сказалась, поэтому такой небольшой счет в игре. Точно так же будем действовать и там, от защиты прежде всего. – Сегодня дебютировал Вершинин. Кого-то из молодых возьмете в Черкасах? – Нет, уже не возьмем. На этом хватит. Пять человек уже заигран, показали. Пока хватит. – Спасибо за езжу. – Спасибо. – Спасибо большое. До свидания. – До свидания.